всех приветствую приехал очередная новинка с китаем значит был в такой коробке датчик препятствий почему-то лежал отдельно здесь а вот как-то вот тут рядышком суть дрон стандартная на самом деле такая же с g906 на многих дронах стандартно значит это дрон у нас трех усилим подвесом 4k камерой заявляет производитель дистанция полета до пяти километров высотой до 800 метров что уже интересно такие необычные лопасти полупрозрачными большого размера моторы тоже черного цвета прикольно значит вот он 3 осевой подвес электронная стабилизация присутствует есть две камеры нижние оптические оптической стабилизации два светодиода потом непонятно что здесь да там есть какой-то датчик или нет на учет это стекло здесь тонирование кулер есть даже охлаждение запись на карту памяти что еще тут аккумулятор двухбаночный емкостью 3800 миллиампер заявляет производитель 30 минут полета с виду знаете он такой по как прорезиненный пластик дешевый на сверху покрыт таким слоем каким-то бархатистым такими типов локирование что ли пульт тоже чем-то чем-то покрыт таким приятно на ощупь прорезиненный значит стики смотрите как они не прикручиваются не просто вставляются но зачем-то сделали их так съемными можно убирать вот сюда не очень надежно они сюда могут выпустить никаких там резиночек нет ничего просто так достаем ну и просто вставляю аккуратненько я немножко так покручиваю чтобы не проломить пульт кнопок немного это переключение скоростей авто взлет калибровка headless мод управление подвесом возврат домой фото видео значит экранчик такой бюджетный ведь потом все сразу отображается очень плохо все отсвечивает не очень-очень значит антенки да там есть внутри антенны провода видно но вот я с таким сталкиваюсь в первый раз они не крутятся то есть они просто вот таким образом раскладываются и все нельзя их как-то повернуть отрегулировать нет просто вот все больше никаких положений нет не знаю сфокусируется не сфокусируется в общем регулировок здесь нет никаких телефон ставится сверху очень неудобно если телефон в чехле он отсюда выпадает наклон если мы делаем то вот это вот нижняя часть крепления начинает складываться не знаю каким образом направлять пульт если мы ставим телефон и наш антенна нужно направить соответственно на дрон вот этой плоскости пульт мы должны держать вертикально у нас телефон отсюда просто выпадет потому что плохое крепление но пульт это ладно давайте посмотрим датчик здесь написано что опты голубой динс 20 коробки инструкции по установке на самом датчике написано что это 30 видно нифига не видно поворачивается на 360 градусов камера хреново в общем стандартный работать он хорошо не будет да какие-то большие объекты скорее всего он увидит там здание там машины но ветки провода что-то мелкое он не увидит но это полагаться на него нельзя дрон значит весь мигает светится куча всяких разноцветных лампочек вот это вот кстати можно менять цвет через приложение там порядка на 5-6 цветов значит смотрите еще что не понравилось помимо пульта до что антенны не регулируют еще смотрите что вот здесь подвес блин вот очень так сказать дешевый не знаю как получится не получится если вам это показать смотрите как торчат провода так вот видите вот в таком виде вот и когда он работает он здесь трется этими проводами в эту крышку вот так вот такое качество здесь тоже видите он и под подвесов туники вот эти проводочки сколько они продержатся бог его знает ну в общем давайте заряжаем аккумулятор и идем запускать надеюсь он в китае не улетит ну в общем откалибровался вру нормально вроде как не унитазит но как-то он все равно рыскает то высоту снижает то набирают вот это я конечно бы и поднялся но вообще он на месте не зависает постоянно куда-то его немножко тащит в сторону но это ладно это не так страшно на самом деле да очень долго искал спутники вот откалибровал поставил вроде местность открытая да понятно что там облачно еще что-то но минут наверное пять он искал шесть спутников это минимум нужно чтобы взлететь в конце ролика приложу с карты памяти запись и фотку тоже с карты памяти причем сначала это снимал не воздухе а с рук а потом уже будет видео в общем и в полете и с рук видим что горизонт заваливает сразу первая скорость у нас 4 метра в секунду вторая была там около 7 ну вот это вот собственно третья скорость 89 метров в секунду если видите дальше заметно когда мы по на месте начинаем разворачиваться видно лучи дрона в общем в управлении он очень так сказать плохой невозможно плавно ему постоянно куда-то уводит сторону жму вперед он летит куда-то в бок по диагонали куда-то улетает нажимаю на разворот он не реагирует сначала потом резко разворачивается управлять им очень неудобно не то что неудобно он не управляется адекватно вот сж 906 например макс который один на тестировал он в управлении ну сто раз лучше там у него четко хотя бы все вперед так вперед летим разворот можно плавно все дозировать здесь ничего дозировать не получается он какой-то такой резкий очень сейчас попробуем немного отлететь до приложение только на китайском других языков нет так что учите китайский пульты заряжаем сразу показывают что пульту разряжен 39 вольта хотя все заряжено батареи ведь как быстро проседает тоже по дистанции слушайте ну даже даже тестировать его не буду ни на высоту не на расстоянии блин вот так себя ведет не очень адекватно может улететь да вроде связь кстати ну то есть есть репитер в пульте пульт подключается к дрону телефон мы подключаем к пульту на частоте 5 гагерца все работает вот отлетели на пол километра в условиях даже тумана то есть связь более-менее адекватно но качество камеры качество работы подвеса вообще летные характеристики у дрона конечно этой стоимости не соответствует я не знаю какая цена у этого дрона должна быть на 1008 ничего на него снять не получится просто поучиться полетать на нем тоже вряд ли получится потому что какой-то шальную все время летит то боком то еще как-то вот это авто возврат домой сейчас идет не говоря уже про датчик препятствует прилетел над головой связь начала немного пропадать в какой-то момент даже отключится телеметрия все изображение будет но не будет показывать заряд батареи количество спутников я уже думал в этот момент что он сейчас у меня улетит и скорость подъема у него вот если мы просто над головой поднимаем 5 метров в секунду вверх без горизонтального перемещения а если мы снижаемся но я вообще не какая вообще ноль она показывает ноль и он очень медленно снижается наверно там полметра в секунду если мы поднимем на 800 метров высоту он не спустится вниз мне не хватит батареи потому что мы вот видите это я полностью давлю стик сейчас вниз отменил даже возврат домой вот сейчас давлю стик вручную вниз он вообще не снижается очень медленно сейчас буду лететь по прямой и все время продолжать давить стик вниз посмотрите какая скорость спуска каким образом можно на нем взлететь даже на 100 метров если взлететь уже будет тяжело его опустить ну в общем вот такой дрон такая новиночка очередной раз китайцы разводят делают новый дрон ставят какие-то сумасшедшие характеристики на него заявляют и продают по какой по завышенной цене как только появляются какие-то первые обзоры первые отзывы там то естественно это дрон или просто не будет продаваться или он должен они должны будут снизить цену там чуть ли не вдвое на него все дальше смотрите пример записи с карты памяти спасибо за просмотр всем пока 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 пока